Доктилоскопия С большим накоплением объема информации об иностранных гражданах, которые въезжают на территорию Российской Федерации. С помощью доктилоскопии данные, которые хранятся в едином информационном центре МВД, устанавливаются те, кто находится в розыске. Те, кто сменил свои персональные данные, чтобы, нарушив запрет пребывания на территории России, вновь хотят приехать сюда. Кроме обязательной доктилоскопии, иностранцы обязаны пройти здесь медицинское освидетельствование. И в подтверждение этих мероприятий они должны иметь документ, который будет подтверждать, что они прошли эту обязательную доктилоскопическую регистрацию, и документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования. От обязательной доктилоскопии освобождаются граждане Белоруссии, дети до 6 лет, те, кто прибыл в Россию до 29 декабря 2021 года, те, кто уже получил правовой статус, а также владельцы служебных и дипломатических паспортов. Кто же подлежит обязательной доктилоскопии? Это иностранные граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. Их обязанность обратиться к нам, чтобы мы провели доктилоскопическую регистрацию в течение 30 календарных дней с момента въезда на территорию Российской Федерации. Либо это граждане, которые обращаются к нам за получением разрешения на работу, либо оформлением патентов. Помимо этой категории граждан, все остальные граждане, которые прибыли на территорию Российской Федерации в иных целях, то есть не связанные с осуществлением трудовой деятельности, на сроках пребывания будет более 90 календарных дней. Это все, у кого в миграционной карте сказано, иная цель, не связанная с трудовой деятельностью. В том числе члены семей трудовых мигрантов и студенты. Куда людям обращаться? Во-первых, он обращается в подразделение по вопросам миграции, по месту своего нахождения. Либо у нас в обязательной доктилоскопической регистрации принимают участие наша полномочная организация, это полномочное министерство внутренних дел. Это федеральное казенное учреждение, паспортно-визовый сервис МВД Российской Федерации. При себе человеку необходимо иметь документ, подтверждающий личность и полномочия законного представителя, но несовершеннолетнего, а еще медицинскую справку с информацией об отсутствии у иностранца ВИЧ, опасных инфекционных заболеваний и наркозависимости. После прохождения процедуры человеку выдается вот такой пластиковый документ. Доктилоскопия не занимает много времени. Это электронная процедура без использования краски. Из практически 6 тысяч иностранцев, находящихся сегодня на территории области, более 2 тысяч уже прошли доктилоскопию. Этой процедуре подлежат жители Донецкой и Луганской республик, получивших статус временного убежища. Подробности на информационном сайте Управления по вопросам миграции регионального УМВД.